Исламисты готовили покушение на британского премьера. Трамп все же признает Иерусалим столице Израиля и о Калифорнии, которая в прямом смысле горит. Мы говорим сегодня, здравствуйте. На премьер-министра Великобритании Терезу Мэй готовилось покушение. К счастью, служба контрразведки МАИ-5 успела предотвратить инцидент. Известно, что покушение готовилась группа исламистов. Также следствие отмечает, что террорист должен был подорвать себя в официальной резиденции премьера на Даунинг-стрит, вызвать этим панику, после чего уже напасть на главу правительства. Намерения у исламистов были серьезны. О результатах расследования даже проинформировали весь кабинет министров. Генеральный директор службы безопасности в Великобритании Эндрю Паркер рассказал министрам, что на прошлой неделе преступники были задержаны. Ими оказались уроженцы Лондона и Бирмингема. Сегодня они предстанут перед магистратским судом Весминстера. Это аналог мирового суда, где им официально предъявят обвинение. Дональд Трамп все-таки признает Иерусалим столице Израиля. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Белого дома. Президент 6 декабря объявит, что и Соединенные Штаты Америки признают Иерусалим столицей Израиля. Это является признанием как исторической реальности, так и современной реальности, сообщил он. Однако Вашингтон этим поступком не меняет политики США в вопросе границ. Представитель Белого дома также рассказал о распоряжении Трампа, чтобы госдепартамент начал работу по переносу посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Президент США сделает заявление об Иерусалиме сегодня вечером. Следует отметить, что Иерусалим на международном уровне не признается израильской столицей, ведь статус города должен быть определен в ходе мирных переговоров между Израилем и палестинцами, которые хотят провозгласить восточную часть Иерусалима столицей будущего независимого палестинского государства. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Калифорнии. Заявление об этом сделал губернатор штата Калифорния Джерри Браун. Исходя из последних данных, огонь уже охватил более 20 тысяч гектаров на юге штата и продолжает распространяться. В округе Вентура сгорели 150 зданий, началась эвакуация. Власти Калифорнии планируют эвакуировать более 38 тысяч жителей штата. Уже 27 тысяч человек были эвакуированы ранее. Распространение огня также привело к перебоям с электроснабжением. Сейчас более 260 тысяч человек на юге штата остаются без электричества. Сообщается, что критическая ситуация сохранится до пятницы. Сильнейшие лесные пожары охватили несколько округов Калифорнии в начале октября. Охваченная огнем территория превысила площадь Нью-Йорка. Жертв избежать не удалось. Из-за пожаров в Калифорнии погибли 43 человека. А сумма ущерба уже превысила 3,3 миллиарда долларов. А команда Дукаскопия ТВ продолжает держать вас в курсе всех мировых событий. До встречи завтра.